О французском интеллектуале, практике и теоретике театра Антонена Арто можно говорить бесконечно. И сегодня, конечно, надо ограничиться его основными доктринами, основными положениями, которые влияют на современный театр, которые остались актуальными и живыми в современном театральном контексте. Это действительно один из тех пророков театра XX века, который до сих пор существует, находится в живой культуре. К нему бесконечно апеллируют, и любой театральный экспериментатор апеллирует к его опыту. Основная книга Антонена Арто написана в 1938 году, она называется «Театр его двойник». И Арто фиксирует состояние Европы, состояние мира между двумя мировыми войнами. Он говорит о том, что политики XX века довели мир до того эффекта, что культура разлучилась с миром. Культура мир не интересует, и мир не интересуется культурой. Культура сама по себе, жизнь сама по себе. И это положение ему решительно не нравится, потому что Арто возгоняет театр к идеалу. Он говорит о видовых принципах театра, принципах искусства. Он возвращает нас к идеалу. А для театра идеал – это ритуал. Это обратное возвращение в религиозное сознание, так или иначе, жреческое сознание. И вот это состояние мира между двумя мировыми войнами, когда колоссальное разочарование, отчаяние, кризис веры в человека, кризис доверия к человеку, разрушение всех моральных норм и разрушение ценностной линейки, так или иначе. Колоссальная дегуманизация. Как сделать, как вернуть мир? Очень важно, что в те годы к европейским интеллектуалам приходит еще одна важная вещь. Это разочарование в европоцентризме, разочарование в европейской доктрине, в фаустовской душе, которая в каком-то смысле и довела Европу до мировых войн. То есть вирус саморазрушения, вирус деконструкции в самом строе европейской культуры. Это европейцы понимают, потому что европейская культура всегда строилась на принципе иерархии, на принципе пирамиды, где есть высшее и низшее, где есть достойное внимание и недостойное внимание. Как заставить искусство все-таки влиять на жизнь? Как заставить искусство обратно гуманизировать жизнь и валоризировать те ценности, которые утрачены? Арто отвечает очень конкретным образом. Человек изначально деструктивен. 20 век доказал, что человек в кризисные моменты проявляет именно свою звериную, деструктивную, разрушительную природу. Человек изначально недобр. И социальный катаклизм выявляют в нем деструктивные качества. Как заставить театр влиять на действительность? Это открыть в нем магические свойства, религиозные свойства, жреческие свойства, свойства алхимические, как по словам Арто. Необходимо пробудить жизнь, потому что язык старого театра законсервировался. У Арто есть такой очень важный текст «Покончить с шедеврами». Он говорит о том, что культура к 20 веку сформировала некий пантеон. И поклонение шедеврам, поклонение раз и навсегда названным каким-то основам культуры, это есть часть буржуазного комфорта. То есть в поклонении шедеврам есть желание ничего другого не знать. И вот этот пантеон, это бесконечное обожание шедевров формирует колоссальное недоверие к современному художнику. Когда ни один тот, кто приходит сегодня в культуру, не может даже сравниться с великими гениями Ренессанса или античности, предположим. Как Арто отвечает на вопрос, как сделать театр магическим? Это, конечно, очень серьезное разделение на западный театр для Арто. Это театр диалога, театр литературы, где литература, диалог становится основой театра, где слово за слово, бесконечное словоговорение, бессмысленное и говорящее только о морали, о бытовой морали, морализирующие слова. Слова, которые язвят, слова, которые подключают психологию, бесконечную логику. Восточный театр для Арто, и здесь, конечно, проявляется этот кризис европоцентризма в колоссальном интересе к восточным культурам. Восточный театр – это театр пластики, театр жеста, театр иероглифа, театр некой странности, некого движения от логики к отсутствию логики. Театр пластики. У Арто есть очень хорошая формулировка – это актер – это атлет сердца, то есть это соединение эмоциональности и пластичности, так или иначе. Арто говорит очень важную вещь, которую важно понять в сегодняшних спорах о театре. Человек изначально деструктивен, поэтому театр и любое искусство – это место, где вымещаются первобытные инстинкты и даже, может быть, низовые инстинкты. Театр, который вымещает демонов в игре для того, чтобы они не повторились в реальности. Вот то, что, собственно, на рок-концерте происходит или в любом ночном клубе, люди в игре в состоянии досуга, лишнего времени, в состоянии, опять-таки, игры, проявляют себя несколько деструктивно для того, чтобы выместить ту агрессию, которая в них накопилась. То есть у театра есть это свойство терапевтическое, если угодно. Оно имитирует насилие, предположим, оно имитирует деструктивные рефлексы для того, чтобы их отыграть в игре и не повторить в реальности. То же самое происходит с какими-нибудь щенятами, которые в детском возрасте имитируют борьбу и сражение для того, чтобы обучиться, как противостоять в этом мире. То есть у театра есть вот это очень важное терапевтическое свойство. И одновременно оно и медитативное, и религиозное в каком-то смысле слова. Еще одна важная статья Арто, вот в этом сборнике «Театр его двоих», это статья «Театра чума». Арто уподобляет театр чуме, этой болезни средневековой, которая имела мистическое некое свойство. Болезнь чумы – это болезнь, это заклятие, это не просто вирус, это некое, опять-таки, религиозное явление, так или иначе. Это болезнь духовного свойства, она внезапно появляется, внезапно исчезает. Она заставляет людей делать какие-то странные, алогичные действия, заставляет людей проявлять какие-то другие качества. Она изменяет психофизику человека, так или иначе, толкает его к внемотивационному поведению. То есть то, что и происходит с театром. Театр – это вещь, которая совершенно не обязательна для человека. И в театре человек занимается внемотивационными некими действиями. То есть в действиями, у которых нет меркантильного, нет обязательности никакой, нет никакой нарочитости, если угодно. И чума – это зачумление. То есть зачумленный артист заражает, зачумляет зрителя, если угодно. Вот его ритуализирует, его окружает каким-то, опять-таки, религиозным, мистическим, алхимическим контекстом. И зритель должен либо выздороветь после этой чумы, либо умереть, собственно говоря. Вот до такой степени Артур радикален. Чума – это и средство театра, и некое лекарство, опять-таки, терапевтическое лекарство, которое заражает зрителя и одновременно может его убить, но есть шанс и выздороветь так или иначе. Вот тот случай, когда культура может спасти мир, так или иначе. С феноменом Антонина Арту еще связан такой термин, как театр жестокости. И, конечно, здесь речь не идет о том, что в театре должны резать друг другу ноги люди, должна холестать кровь и так далее. Это как-то часто понимают. Да, разумеется, речь не об этом. Речь о жестокости зрителя по отношению к самому себе. То есть театр у Арто должен вывести зрителя из позиции цеглядатая к позиции участника и искусителя, искушенного так или иначе. Вывести из состояния равновесия, вывести из состояния комфорта, если угодно. В доктрине Арто невозможно сказать зрителю, как часто, опять-таки, говорят, «приятного вам просмотра». Просмотр будет неприятным. И последнее, что хочется сказать, это, конечно, удивительный феномен интеллектуальной истории XX века. Это соединение гения Антоняна Арто и важнейшего философа конца XX века Мираба Мамбардашвили. Мираб Мамбардашвили написал замечательный текст в 90-е годы, который называется «Метафизика Арто». И вот что интересно, что вот в этом стремлении театра уйти от литературы как цемента театрального действия, в желании у Арто театру найти собственный язык без потребности в литературе, собственно говоря, вот Мираба Мамбардашвили увидел соответствие своим теориям познания, так или иначе, в структуре познания. Дело в том, что главная цель театра и режиссера – это обеспечить повторяемость впечатления. То есть мы должны всякий раз, играя уже поставленный спектакль, всякий раз повторить его в первозданности, если угодно, обеспечить повторяемость. Мамбардашвили говорил о том, что у театра есть возможность возвращать нас к той мысли, которую я не могу домыслить. Процесс мышления Мамбардашвили выглядит как мысль, как аборт мысли. Мысль невозможно закончить, и мы должны все время впадать в состояние мышления, которое мыслили раньше, если угодно, чтобы эту мысль постоянно домысливать. И у театра, по мнению Мамбардашвили, есть вот эта возможность вновь впадать в познание. Вот эти пласты, которые театр дает зрителю, пространство, время, сценография, текст, свет – это возможность и попытка вновь впадения в процесс мышления, в процесс познания. Это, конечно, такое невероятное совпадение двух гений XX века. Субтитры создавал DimaTorzok